Сходим до барашки, покажу поросят и пойдем замерять тюльпана. Тюльпана мы последний раз замеряли 30 дней назад, то есть месяц назад. Тюльпану 11 месяцев, померяем его, бо ему осталось еще один месяц до года и будем делать чики-пики-бумбони. Так, дивиться, что. Викна вчера я подзадув, надо будет какой-то лишак обрезать. Вот, купил два здоровых баллона, пены, вот такие, а их два еще и не хватило, надо один докуплять, бо еще одно векно осталось и одни двери, да. Пена у нас вот такая, 190 гривен одна, надо еще одну купить. Тут тоже позадував, везде пообрезаем. Ось, мне осталось отселить двери задуть вокруг и вот это торцевое векно. Вчера купил, ездил в пенопласт. Тут такой плотненький, нормальный, 50 миллиметров. А, это же сарай на утепление снаружи, под металл. Все, одна штука, 65 гривен. Вот это вот все. Шмальнем тут все, позадуваем и все. Ну, вроде бы, вот это на весь объем сарая. Почему у вас пенопласт, не знаю. Я помню, я брал по 60 гривен десятку пенопласт на сарай для свиноматок. Сейчас мы туда идем. Пошли туда, покажу барашкиных поросят и идем замерять тюльпана. Тюльпану сегодня круглая дата, 11 месяцев. Ну, если так разобраться, то 11 еще нема, еще до 11, там, пару дней. Ну, замеряем по самому интересному. Я помню, в обхвате он был метр пятьдесят на всю рулетку. Чи хоть трошки педрис за этот месяц, чи не. Идем тута. Бачите, как тихо. Все едят. Сейчас мне надо в первую очередь вставить станок для опороса. На улице брать чистенько. Вот, бачите, все я сделал. Где были желобки клеем. Клей, цемент, песок. Все замазал. И теперь сюда будем ставить станок. Свиня загуляла, кричит, уже два дня. Но мы ее покрывать не будем, то она мясом. Таких мы не оставляем. А ось наши живженята. Их так и есть. Тринадцать штук. Тринадцать поросят. Ну, все, 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 что тогда уцелили. Вона ж кого придавила, кого те, кого все, кого пята, кого десята. А тринадцать штук селеньких хороших поросят. Думаем, их уже завтра вечером забирать в сарай для отъема. Сейчас пойдем до тюльпана. И в тюльпана там тоже покажем, какие клетки будем их расселять. Ну, вот так. Барашка. Дивіться, яка похудала. Станок, вона, їй був якраз нормально. Станок шириной один метр. Був отлично її станок. А сейчас, дивіться, яка стала. Висмоктали полностью. И мы хочем завтра забрать, чтобы потом на понеделок, думаем, в понеделок дозы. Чи на чухала, чи на терла. Надо будет замазать. В понеделок планируем уже по дозу їхать. Ну, це думаем, если вона загуляет після отъема, там, пятий, шостый день. Ну, короче, подивимся. Поросят все более-менее нормальные. Пару штук есть таких мелковатых. Я думаю, они подтянулись, потому что они просто мелкие за то, что на задних цицках. А какие сильнейшие, берут лучше вымя. Ну, подивимся. Короче, вот так. Тринадцать поросят у нас уже есть для отъема, а потом переведем в новый сарай. Сейчас у нас получается, что? Волосинка. Ось волосинка. Волосинка. Потом безымянная. Ось безымянная. Это все свиноматки-первестки. И тюльпанша. Оце мы ждем в одно время одних опоросов. Вони покривались первой тюльпаншой, а потом те две. Ну, подивимся, что же. Отдыхает. Это из ландрасов. Мы убирали перед этим ландраскантур. А покрив я их ёрширом. Подивимся, что будет. И едят с свиноматкой. Ну, вот видите. Ныряют вот так по очереди и едят со свиноматкой стартовый корм. То есть думаю переход будет нормальный из предстарта на старт. Но все равно у меня еще есть мешок или полтора предстарта. Я им отдам предстарт и буду его подмешивать и стартом. И так перейдем на корм. На другой уже на стартовый. Так они в основном едят предстарт. Ну, вот такие бублята. Сейчас даже одного поймаю, попробую. Оце свинка. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Ну, больше десяти килограм. Килограм, наверное, двенадцать. Может, я ошибаюсь. Тринадцать. Вони вытягивают вот эти свиноматки. Машка вытягнула, что ушла. Подошла, вернее. Машка вытягивала шестнадцать штук. Шестнадцать поросят. Ну, а это вот, видите, тринадцать. Было бы шестнадцать, шестнадцать такие бублы. Это хорошие свиноматки. Вытягивают хорошо. И, кстати, у меня брал Юра свиноматку. Ну, меня много кто брал. Из Полтавии, из Богодухова, оттуда, оттуда. Но Юра из Богодухова, и мы созваниваемся. Он брал свиноматку, сестру волосинки, тюльпанши, безымянный. И он самый первый из всех нас, кто их разкуплял. И я же себе оставлю, самый первый покрив. У него уже свинка опоросилась. Ось, пару дней назад. Четырнадцать штук. За три часа пройшел опороз. Он мне ролик скинул. Все белые, как сниг поросята. Покривал Петреном. Первый опороз четырнадцать штук. И нормально, не буйная, не дай ничего. Ну, то есть рады, довольны. Ну, а теперь уже подошла моя очередь. И там у меня в Валковском районе тоже брали ее. Ну, сказали скинуть на Вайбер опороз. Может забули. Ну, у них должно быть. Потом у меня и в Полтаве, я не знаю, как там. И еще там пару городов, где тоже брали. Короче, вот так, друзья. Закрываем солнечную сторону. Чтобы солнце не светило. И что я понял, это уже прошло сколько времени. Что я понял благодаря моим подписчикам. Короче, почему у меня вот эта сторона потолка вся чистая, а та сторона потолка вся грязная. Мухи пообделывали. Оказывается. Это я только сейчас уже понял, до Петра. У меня же тут векна открытые. Бокового поддула нет. Только иди, получается, поддул по потолку. А мухи на сквозняку не сидят, не ходят в туалет и так дальше. Бо получается постоянно сквозняк и на витяжку. И эта сторона вся чистая. А эта сторона вся закрита на глухарь. И тут получается очень здорово. Жара еще и лампы. А лампы тоже тепло вверх. И мухи там только сидят. Вот, смотрите, где вы, допустим, барашка. Оце же пишут, кто не соображает, пишут флесень и так дальше. Это мухи так ходят. Оце их место. Ось напротив поросят. Тут надо. На следующий год я тоже сделаю так само. Чтобы открывалось векно, бокушки прикручу. А с той стороны сделаю козырьки, чтобы солнце не светило. И чтобы был обдув везде по потолку. И мух, я думаю, уже не будет. А это, конечно, мы вымоем, я думаю, в этом году. Доведем до ума. И на следующий год я так сделаю. Ну что, вот, смотрите, сидит, пускает себе воду. Пускает воду. Тетня. Короче, все, пошли туда. Тут выключаем свет. Включаем вентилятор того, что на дворе сегодня передают тридцатку. Ось, смотрите, забрали поросят. То говорят, а что ты, сарай, сделай, и делать больше ничего. Забрали поросят. Клетку Вика мойкой вымила. Плитку ту я позбиваю до кінца. Просто по белому на шифере плитка отрывается. И вот, смотрите, тут был отформ. Весь металл, видите, внизу погнил. Поржавил. Его надо весь менять. Я тут вот так обрежу, его уберу. И у меня же есть плоский шифер для этих именно целей. Покручу плоский шифер, плоский шифер, работа четко. Потом, как эту переведем, так само сделаю и там. Ну и так по очереди потихоньку буду так робить. Металла хватает буквально там два года. И все, и сгнивает. И металл не тоненький, и это еще то и савдеповское железо. Не наше современное, чтобы изгнивать. И все равно погнило. Поэтому буду крутить шифер. Ну вот, допустим, вот так покручу. Тут надо крутить. Тут, ось у нюрки, тут более-менее. Тут тоже более-менее. Киевлянки тоже более-менее. Тут я кусочку убрал и поварил. Ну вот, как тут. А вот, бачите, плоский шифер, он не гниет ничего, ему все равно. Не боится ничего. Короче, вот так. И вот так я выключаю. И все, вечером, ну не вечером, это же мне сейчас станок ставить. Сейчас буду станок ставить. Ну, они особо не реагируют, если что-то тут делаю. А та, что только загуляла, а то она гуля кричит. Пошли по тюльпану. Бо он может. И так же у нас скоро получается 3-го числа следующего месяца. Цим будет 4. Ну, тоже ростут. Тоже ростут. Ростут, хай ростут. Как один сказал, он мельком их показывает, бо в него они не ростут. Так, дядь тюльпан. Вставай. Навалил уже. Давай сразу уберем. А это же он поснідал. Вставай, тюльпан. Ну, а я где? Поснідал, и уже ж... Сейчас будем пробовать. Поднимай. Давай. Так. Так, так, так. Мы мерять пришли. Тюльпан, давай. Надо сегодня... Я старый мухобойки подрывал, а новые будем вешать. Ось, дивиться, пока может он встанет. Что мы хотим. Вика тут она ведет порядок в этой клетке. Первая, другая и вот эта клетка третья. Мы наведем тут порядок, поподметаем, поставлю кормушку посередині в клетку. И сюда заберем от барашки, поделим их на три клетки. Ну, получается 5-5, 4 и 4-8. Короче, по 4-5 штук кинем, так и все. Поделим. Менших больше, а крупнейших меньше. И вот это будет, тут они будут недели 2-3. Ну, пока пройдуть яму, а это ж пока стресс. Отъем у них, это все. Поставлю бачок сюда, маленький. Каністричку, ось, поївка петлю. Ну, то есть, оце сарай для отъема. До тюльпана не буду никого, бо в тюльпана тут воду надо перераблять. Короче, мереем, чи є в нем 300, чи нема. Ну, я помню, яка была свиноватка, то, что мы важили 370. Тюльпан не меньше. Я думаю, в нем в районе 300 будет. Вставай. Ну, ты ж насыпал, он туда был повернут, он поїв, и дальше лежит. Вставай, тюльпан. Вставай, вставай. Ну, шо, бачите. Хоть длину померять. О, 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 давай, давай. О, 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 молодец. О, о, молодец. Наверное, проехали хлопці, да? Наверное, проехали хлопці, да? не обхватил его это не помню что ради интереса набрав чини пид лопатка за месяц о набрал вот если будь точным ну метр пятьдесят и плюс сантиметре 8 10 я уже маю ну хотя метр шестьдесят набрал 10 сантиметров в объеме за ну почти за месяц и длину хвостик а и так набрал я и так бачу підними голову тюльпан підними підними опускай и так набралось метр пятьдесят ну если він підними не хватает 10 сантиметров и того получается мы все приблизительно вот там сейчас начнут писать ты неправильно замеряв сантиметр туда и того метр шестьдесят на метр шестьдесят а то дивин был метр писяд на метр писяд ну таки я даже поделился ролик сегодня утром где мы его мировали он был меньшим даже по видео видно против меня он был меньшим ну тут уже зато хватит всем и сальца и мясца и всего тут обязательно надо паралюзатор полный баллон газа чтобы все капитально подготовлюсь не спеша и снять видео как будем заваживать уже сделаю посылки ну что буду думать як все все сделать чтобы и вы побачили сколько же у него вес было тоже 12 месяцев кормили же люди пишут свиню надо держать один год ну ось мы держим так и все равно пишут что это год держу что на химии кто-то написал у меня в год 80 кг это нормально ну каждого свои понятия нормально да тюльпан оце шпоросята в барашке это маленькие тюльпани оце они будут вот такие же самые если они больше да тюля давай я выйду иди и кстати что я заметил по корму по содержанию по всем вигоднее держать свиню год чем 6 месяцев 6 месяцев она съедает сразу ну грубо говоря богатенько ну там реализовали одна сумма получилась а 12 месяцев она съедает очень мало как наверное за первые 6 месяцев одну треть ну ось он ковчик не съедает утром да ось мы насыпаем там два ковчика он ковчик даже не съедает у него всегда тут корм мы в уголок сыпем чтобы никакие корита не где ничего чтобы он ноги наполамал есть он очень мало он ест даже чем меньше чем свиноматка яка сидит на норме я думаю так яблука любит но яблука тюльпанти белый налево поедет и красненькие тоже все уже поедет давай я выйду иди иди где вот это же так и вон тига о хорошей хорошей я таких еще раз не не резали не пускали на мясо и на сало вот ровно день год и таких их еще не разу не разу не Так что, друзья, тут такие дела, всем спасибо за увагу, хвости вверх, все вверх, а мы пойдем, кто-то приехал, потому что собака галкает на ее настроители. Пока!